Итак, начинаем стрим о средневековой литературе, заключительный стрим, тема «Рыцарский роман», «Поиски святого Грааля», «Куртуазная любовь», «Женский образ в рыцарском романе». И время у нас все то же самое, рассвет средневековья, середина одиннадцатого, примерно вторая половина четырнадцатого века. Западная Европа, но если на предыдущем стриме мы больше говорили о едином культурном пространстве Англии и Северной Франции, то сегодня мы смещаемся в Южную Францию. Южная Франция отличалась несколько от Северной Франции, еще надо, конечно, всегда помнить, что это средневековье, это множество разных герцог, графств, это все отдельные территории, зачастую со своими диалектами или даже своими языками. И карта, которую я сейчас вывел, французская карта, здесь показана карта распространения языков именно. То есть язык Южной Франции, язык Северной Франции, они отличались, и вот эта граница языковая, она и считалась границей между двух культур, Северо-французской и Южно-французской. Чем так важна культура Южной Франции, Провансали, Лангедока для рыцарского романа? Здесь надо немножко отвлечься, рассказать историю об альбегойских войнах. Вкратце, очень вкратце. История о движении альбегойцев, так называемых катаров или добрых христиан, как они сами себя называли. Мы, конечно, не так много знаем об этом движении, потому что текстов сохранилось не так много. То, что они сами о себе думали, мы тоже не очень хорошо знаем. А известно о катарах со слов их преследователей, их противников. И большая часть, ну, это именно записи, даже зачастую записи инквизиторов, полученные иногда и под пытками. И доверять этим сведениям можно не всегда. Но примерно мы представляем, что это движение было связано с критикой существующей католической церкви. Критикой за лицемерие, формализм, несоблюдение тех принципов, которые сама же церковь проповедовала. И вот эти добрые христиане, добрые люди, они противопоставляли официальной церкви более чистую жизнь, соблюдение заповедей. Скорее всего, в своих богословских воззрениях они были близки к гностикам. То есть разделяли плотскую жизнь, которая считалась отягощенной злом, недоброй по природе и жизнь духовную. И ради достижения духовной жизни проповедовали очищение плотское, соблюдение заповедей. И особенно соблюдение сексуальной чистоты, то есть катары, особенно те, которые были такие продвинутые, своего рода свещества, которые назывались совершенными, они вообще отказывались от брака, они особенно тщательно соблюдали все постулаты своего учения и пользовались довольно высокой популярностью, вот там, именно на юге Франции. И насколько, опять же, мы понимаем, это учение, оно концентрировалось на любви. Именно любовь, небесная, божественная любовь, которая помогает очищаться от греха, освобождаться от этой греховной природы и приближаться к Богу. По всей видимости, катары тоже использовали какие-то мистические ритуалы, которых нам тоже мало что известно достоверно. И их учение настолько сильно распространилось, что это, да, это вызывало напряжение со стороны официальной церкви, но катары пользовались поддержкой как простого народа, так и дворянства. И когда началось такое столкновение между Альбегойской ересью, как называли это движение, и официальной катарической церковью, часть дворянства поддержала Альбегойцев, катар против вот этого вот наступления. Опять же, не будем подробно все эти, всю эту историю излагать. Вот в 1209-1229 года, 20 лет, шли эти войны с переменным успехом, с большим насилием, с взаимной ненавистью. И в итоге Северная Франция, которая выступила на стороне официальной катарической церкви, победила Южную Францию, разгромила Альбегойцев, присоединила Южную Францию окончательно к французскому королевству. И при этом многие вот эти идеи, входившие в Провансале, идеи о чистоте, о духовной жизни, об особых требованиях, предъявляемых христианину, если он хочет, он действительно христианин не на словах, а на деле, они так или иначе повлияли на всю Францию. А так как между вот этими графствами, герцовствами существовала довольно тесная связь, мы говорили об этом на прошлом стриме, что среда аристократов, она противопоставляла себя всему остальному народу, и эта среда аристократии была достаточно интернациональной. То есть Франция, Германия, Англия, Северная Италия, Северная Испания, где христианские государства, это все вот единая территория, по которой эти идеи распространяются. И идея о куртуазности, куртуазной любви, такой вот особенной любви, которая приближает человека к Богу, она стала очень популярной, и она повлияла в значительной степени на рыцарский роман. Собственно, почему про нее сейчас я и рассказываю. И про куртуазную любовь надо рассказать подробнее, то, чтобы понимать, какое влияние она оказывала на литературу той эпохи. Вообще сама эта концепция, само представление об особенных ритуалах, идеях, стремлениях, которые должен испытывать рыцарь в своем служении прекрасной даме, в своих отношениях с прекрасной дамой, для того, чтобы считаться полноценным рыцарем, идеальным рыцарем. Вот каков идеал, к которому он должен стремиться. А я сейчас расскажу, это, скажем так, это черты вот этого комплекса идей. Это не то, чтобы с кем-то вот прям сформулировано вот так вот дословно. Это то, что это образы, которые окружают пульт прекрасной дамы, идею куртуазной любви вот в тот период времени, в ту эпоху. Итак, вассальная клятва. Рыцарь приносит своей прекрасной даме клятву верности, что он будет ее почитать, будет на турнирах выступать под ее символами, под ее знаменами, будет всем рассказывать о том, как его дама идеальна, какая она прекрасная. Она, в свою очередь, будет тоже к нему относиться особенно, выделять его среди других рыцарей. Но при этом отношения между ними, чисто платонические, это вот только игра, в которой нет ничего плотского. Еще раз, вот опять же, почему я начал с движения добрых пустян. Они все плотское считают греховным. И в куртуазной любви вот эта идея греховности плотской любви, она остается, и она влияет на связь между дамой и ее рыцарем. Вассальные отношения, вообще для феодального мира, это, может быть, такое центральное положение. Это вот то, что определяет статус, что один человек является сюзереном, господином, другой является вассалом, то есть подчиненным слугой. И это именно вот такие отношения подчинения, командования. При этом очень тесная связь, строящаяся, напомню, это христианское общество, отношения, строящиеся на любви. Господин любит своего вассала и из любви дает ему землю, которая тут может распоряжаться. Вассал любит своего сюзерена и из любви выполняет его распоряжение, идет вместе с ним на войну, приносят ему какую-то там часть денег. Ну и главное, что вот он подчиняется, он находится в этих отношениях, это все строится на любви. И, в принципе, эти отношения такие, ну, сейчас бы сказать, да, они интимные, они вот такие вот очень близкие, доверительные. Предать своего сюзерена, это просто вот нарушить кодекс, вообще саму идею рыцарства. И эти отношения вассала-сюзерена, они переносятся на отношения между прекрасной дамой и ее рыцарем. То есть слуга и госпожа. Дальше. Образ Богоматери очень важен для средневековой традиции. И в чем особость этого образа? В образ Девы Марии вкладываются вот эти идеи, милосердие, чистоты, доброты, скромности. То есть в каком-то смысле, опять же, богословски это никак не выделялось, наоборот. Ничего такого, конечно, богословия не было. Но можно сказать, что отчасти Богоматери становилась таким образом божественной супруги. Или проявление одного из аспектов Бога. Именно вот этого аспекта милосердия, доброты и мудрости. Вот этой особенной мудрости, которая меняет человек. И прекрасная дама по отношению к рыцарю, опять же, прекрасная дама обычно это жена сюзерена. Рыцарь приносит клятву не равной себе по положению, а той, кто стоит выше него на этой лестнице. Феодальной. И как король или герцог ассоциируется с Богом-отцом, то есть его власть проистекает от Бога, он является представителем Бога на земле, но именно в этой практической среде, не в духовной. В духовной понятно. Папа римский, епископы, вот они представляют Бога. Но в части практической, вот в этой вот, ну, юридической даже, можно сказать, части, сюзерен проявляет, ассоциируется с Богом-отцом, а супруга сюзерена, соответственно, с Богоматерью. И связанная с этим еще одна черта. Прекрасная дама в жизни рыцаря играет роль такую цивилизовывающую, оккультуривающую. Смотрите, какая ситуация. Рыцарь по природе своей, он такой сильный, дикий, необузданный, стихийный, простодушный и так далее. Он герой, но он герой немножко такой варварский. Точнее, даже не немножко, он варвар. Он не имеет представления о том, что такое жить цивилизованной жизнью, что такое правильное поведение и тому подобное. И прекрасная дама выступает таким вот наставником, который проводит юношу, делает из него достойного человека. То есть он сохраняет свои качества, силы, верности, мужества, вот это все качества, которые ему присущи как воину, но при этом он дополнительно получает навыки культурного общения, сложение стихов, умение куртуазно общаться, условно говоря, просто вот уметь вести себя за столом, вот так даже проще скажем. В принципе, это очень такое практичное представление о роли женщины в мужском коллективе, что когда мужчины предоставлены сами себе, они так вот ведут себя, ну так по-простому. Когда появляется женщина, они начинают вести себя вежливо, перестают грубить, как начинают следить за собой. Вот эта идея цивилизовывания, превращения необузданного человека в человека, способного себя сдерживать и вести себя куртуазно, вот это вот роль прекрасной дамы. То есть она такая наставница, тренер, который превращает его в достойного члена общества. И что тоже важно, когда он вот такой вот варвар, он может быть очень хорош в бою индивидуальном, он может быть хорош в даже там какой-то, когда он сражается вместе с своими братьями по оружию, но для того, чтобы быть дворянином, чтобы быть аристократом, чтобы вести за собой людей, нужно нечто большее, чем сила и такая вот настойчивость. Вот это вот, одно только насилие, ничего больше. нужно умение дипломатично обращаться, нужна некоторая вежность. Вот это вот способность руководить людьми, которая вот, она как бы определяется именно вмешательством, помощью со стороны прекрасной дамы. И можно сказать, что в некотором смысле, когда в сюжете дама похищена драконом, чудовищем, рыцарь спасает даму. У них происходит такой вот взаимный обмен спасением. Рыцарь спасает даму от монстра, она спасает его от того, чтобы от его прежней дикой жизни. Она его из дикаря делает цивилизованного человека. У них происходит такой вот взаимообмен. Кто изучал историю религии, конечно, узнает этот сюжет. Да, это сюжет о небесной богине. Опять же, возвращаясь к образу богоматери. Небесная богиня и ее земной супруг. Небесная богиня совершает священный брак. Супруг получает право занимать трон. Он становится особенным человеком, тоже таким царем-священником. Идея, которая восходит еще к Месопотамии, к Вавилону, к Шумерам и которая была очень распространена в Средиземье, в Египте и так далее. Это одна из таких базовых идей культуры. И здесь она тоже задействуется. Итак, дальше еще о куртуазной любви. Средневековый человек очень сильно заинтересован вопросом своего посмертного существования. Спасение души от адских мук. Это прям вот тема, которая всех тревожит. И когда мы говорим о том, что в Средневековом общении есть три категории. Те, кто сражаются, те, кто молятся, те, кто работают. Смотрите, те, кто молятся, проблем со спасением нет. Они просто в силу своей профессии, того, что они постоянно молятся, что они ведут праведный образ жизни, что они не нарушают никаких запретов, что они святы уже просто по определению. Ну, понятно, что там, может быть, священник недостойный, это все ясно, но если вот священник, он, священник и монах все соблюдает все правила жизни, по ложному силу профессии, то ему спасение гарантировано. С теми, кто работает несколько сложнее, но опять же, если они все соблюдают, ходят в церковь, платят десятину, слушаются священников, то для них тоже нет проблем. А вот у рыцарей ситуация-то несколько сложнее, точнее, сильно сложнее, потому что рыцарь, ну, как не ведет смиренный образ жизни, это точно, потому что рыцарь живет в роскоши, охоты, турниры, распутная жизнь, это тоже как бы часть вот этого рыцарского кодекса поведения, что там постоянно какие-нибудь внебрачные связи, внебрачные дети, и самое главное, он нарушает заповедь не убей, он воин, это его профессия сражаться и убивать, и вопрос, а как же тогда рыцарь может спастись? Ответ через куртуазность, если он будет куртуазным рыцарем, если он будет выполнять все законы куртуазной любви, то вот эта любовь к прекрасной даме изменит его душу, сделает ее чистой, еще раз, я сейчас говорю не то, чтобы это кем-то сформулировано, это вот некоторое представление о том, как рыцарю вести себя в жизни, которая сформирована христианским мировоззрением, в которой вот есть эта идея, что для спасения души требуется соблюдение определенных правил, которые рыцарь не может соблюдать просто потому, что вот он рыцарь, потому что такова его профессия. И идея о том, что через куртуазную любовь его душа очищается и становится святой. Связанная с этим идея, в которой вот этот принцип проявляется уже прямо и откровенно, это появление монашествующих рыцарей. То есть рыцарей, которые приносили клятву аскетизма, смирения, безбрачия и вот это боевое целомудрие делало их такими вот потрясающими рыцарями, все сокрушающими, имеющими особую благодать для сражений, для крестовых походов. Мы обычно вспоминаем рыцарей храма, темплиеров, но на самом деле таких орденов их было несколько. То есть еще иониты, госпитальеры, меченосцы и еще несколько более мелких орденов. То есть это было прям большое движение рыцарей, которые спасались таким образом через принесение монашеской клятвы и соблюдение монашеской клятвы. И мало того, что они спасали себя, они еще и выполняли свой рыцарский долг особым образом. То есть считалось, что они особенным образом благословлены. Еще один аспект куртуазной любви это роль куртуазности в придворной жизни. На прошлом стриме говорилось немного о том, что вообще аристократической жизни свойственна некоторая театральность, что люди, которые служат при дворе, они принимают на себя определенные роли, определенные маски, ну или даже не то, что прям буквально роли, но некоторый рисунок роли, что делать в той или иной ситуации, как себя правильно вести. И куртуазность, поклонение прекрасной даме было очень важной частью придворной жизни аристократического сообщества в те века. Это был своего рода спектакль, в котором появляется новый рыцарь при дворе. Он выбирает себе даму сердце, он и служит. Это его роль, это его ну прям обязанность. Он что-то такое должен проявить. И насколько опять же можно понять, это использовалось для каких-то интриг, для каких-то вот определения статусов. Ну собственно опять же вполне понятно, что статус герцога, графа, короля, он определяется многими вещами. Богатством и количеством рыцарей и так далее, и так далее. Но один из важных статусов это положение его супруги. Если его супруга, она известна как самая прекрасная дама, которой посвящают поэты, посвящают стихи, в честь которой сражаются на турнирах рыцари, которая известна как самая-самая идеальная, милосердная, в общем, лучшая из лучших. Естественно, что статус пиодала, у которого такая супруга, он тоже растет, это тоже важная часть придворной жизни. И у того соревнования, которое было между разными центрами той эпохи, а мы тоже говорили на прошлом стриме, что там фактически несколько крупных дворов, то есть несколько крупных королевств и герцтов, и еще помельче, и каждый старается себя проявить как самое-самое лучшее, в том числе и в количестве рыцарей, которые поклоняются дамам. Возможно, что это также использовалось и для каких-то феодальных отношений, потому что по рыцарским романам это видно, что приезжает рыцарь, участвует в какой-то распре между феодалами. Почему он участвует? Да потому что он у этого феодала принес клятву рыцарской верности его супруге, или дочери, и на основании этого он сражается на стороне вот этого короля, герцога или графа. Тоже один из таких вариантов, потому что мы не так много знаем о повседневной жизни дворов той эпохи. То есть мы знаем, что куртуазность играла очень важную роль, что придворные дамы собирались в суды любви, где они обсуждали вопросы, а что такое правильная куртуазность, а может вот такой поступок этого рыцаря это соответствует принципам, не соответствует, что у рыцаря помимо его воинской доблести существовал какой-то такой, ну как бы сейчас сказали бы рейтинг его куртуазности, как его оценивают дамы, насколько он соответствует принципам идеального рыцаря. Итак, про куртуазную любовь тоже понятно, более-менее, еще раз говорю, это такие общие черты, которые не всегда друг с другом соотносятся на самом деле, потому что конечно куртуазная любовь куртуазной любовью, но вообще-то в реальности и тоже это по романам видно, что вообще-то цель рыцаря это жениться, продолжить свой род и конечно когда у него любовь так сказать прекрасная совпадает с его земной любовью, это как бы ну хорошо, но на самом деле получается тоже некоторый такой разбег, что у него вроде есть дама, которая поклоняется и есть вот его жена которые у него дети и это тоже несколько так сбивало то есть то, что рыцари вот этот образ чистоты образ полтонической любви считали идеальным но при этом реально-то все равно продолжали вступать в брак продолжали заводить детей продолжали вот такую вот рыцарскую жизнь и вот этот зазор между идеальным и реальным он в общем-то во всей истории рыцарства существует давайте возвращаемся к святому Граалю наконец уже вот со всеми этими предисловиями потому что в Граале идеал куртуазности концепция куртуазности она проявляется в наибольшей степени итак начнем с вопроса что такое Грааль Грааль это некий мистический предмет обладающий огромной волшебной силой что за предмет что это за силы в разных источниках по-разному у Нешенбаха Грааль это камень который создает бесконечное количество еды у Кротиена де Труа Грааль это чаша и исходно скорее всего это восходит к идее кельтов к мифическим представлениям кельтов о волшебном котле который творит чудеса который оживляет мертвых который лечит раны который тоже создает бесчисленную еду питье но у Кротиена де Труа и у последователей которые опять же христиане чашу святого Грааля это чаша последней вечери и соответственно эта чаша уже символизирует чашу Евхаристии чашу с кровью Иисуса Христа и поэтому она такая особенная в ней воплощены вообще все мечты рыцаря его мечта о чистоте о вот этой силе которая способна изменять мир о чем-то чудесном что на самом деле очень сложно объяснить словами то есть понятно что чаша что уграли это какой-то абсолют это вот все о чем только можно мечтать воплощенное вот в этой чаше и чаша действительно может творить чудеса но главное даже не это главное что человек нашедший святой грааль он получает вот что-то особенное что опять же очень трудно описать некое особое переживание и поэтому поиск святого грааля это высшее проявление рыцарской доблести это главный смысл жизни рыцаря и найти грааль способны только-только самые чистые самые лучшие самые доблестные и это видно вот по пересказу сюжета о поисках я здесь выписал этот сюжет из смерти Артура Томаса Меллари но опять же у Меллари это просто уже такая финальная форма легенды у Крэтьена де Труа у Фон Эшенбаха они изложены несколько по-другому причем у Крэтьена де Труа у него поиск Святого Грааль ничем не заканчивается он свою легенду не довел до конца и не очень понятно что у него там вообще каким-то у него был замысел что у него имелось ввиду под чашей Грааля каким образом ее достают у Меллари выглядит так Грааль является перед королем Артуром рыцарями круглого стола все потрясены все удивлены все хотят эту вещь и король Артур собирает рыцаря объявляет о поиске Грааля и все устремляются все хотят найти Грааль это вот некое можно даже сказать идея овладевшая умами это то чему они все посвящают свою жизнь клянуться любыми способами они в каком-то смысле даже стали одержимы этим Граалем все хотят его найти и сэр Персиваль сэр Персиваль чем интересен Персиваль был сыном рыцаря но его мать не желала чтобы сын пошел по этой дорожке рыцарской чтобы он стал рыцарем как его отец и уехал от нее и она воспитывает его в глухом лесу не учит его ничему связанному с рыцарством вообще как бы исключает из его жизни все связанное с вооружением доспехами лошадьми рыцарскими обычаями вообще он ничего этого не знает но он силу своего рождения он очень силен он очень доблестен и когда он случайно в лесу встречает рыцаря то он решает сам стать рыцарем уезжает приезжает к двору Артура ну и ведет себя ну как такой в общем-то простец вот он ничего вообще не понимает никаких законов рыцарства не знает но именно он оказывается тем кто делает такой первый шаг навстречу святому граалю вот мы говорили о том что фуртуазная любовь делает из такого дикаря цивилизованного человека вот царь Персиваль он как раз и воплощение этой идеи он дикарь которому надо варвар который должен стать рыцарем который должен научиться что такое быть рыцарем и поэтому фон Эшенбах он целую поэму пишет именно о Персивале или он его называет Парцефале и о том как вот он из такого растерянного непонимающего человека превращается в идеального рыцаря так вот тут вот эта странная легенда о Персивале и короле рыбаке Персиваль встречает рыбака на озере рыбак приглашает его в замок когда сэр Персиваль приходит в замок он видит там его встречают с почестями он видит нечто необычное происходящее в этом замке он узнает что рыбак который он встретил на самом деле король этих земель и там происходит некий странный ритуал который опять же у разных авторов описывается по разному но в ходе этого ритуала показывают Святой Грааль показывают копье которое судя по всему ранило когда-то короля рыбака после чего король рыбак не может исцелиться от этой раны и вместе с его страданиями страдает вся земля тоже важный момент и тот кто обретает Святой Грааль по идее должен исцелить короля рыбака с помощью силы Грааля но Персиваль наблюдая все это оказывает такой растерянности что он не задает вопрос он просто молчит ничего не спрашивает и на следующее утро его выпроваживают из замка уже без всяких почестей ну и там дальше опять же по разным источникам он узнает что он во время этого ритуала должен был сказать какие-то слова ну считает тут даже чтобы просто спросить а что здесь вообще происходит и тогда бы ему вручили Грааль и он бы исцелил короля этих земель а так как он этого не сделал то он в общем-то ну проклят он просто негодяй который не помог человеку и не выполнил свой рыцарский долг долг рыцаря помогать долг рыцаря спасать людей и персиваль там конечно в жутко растерянных чувствах и Панашид Махат потом все очень подробно описывает его пострадания его переживания и стремление как-то изменить ситуацию но тут встречаются несколько вот этих моментов вот высшая сила для достижения которой нужно пройти определенный ритуал пройти некоторое перерождение и часть этого ритуала задать нужные вопросы получить нужные ответы то что используется в общем-то во всех ритуалах во всех тайных обществах самых древних времен тот кто взыскует тайного знания приходит в специальной одежде специальные какие-то предметы специальные действия и задаются вопросы получаются ответы то есть здесь явно какая-то вот история о тайных ритуалах ну и говоря опять же об исторических пересечениях у фон Эшенбаха Грааль охраняют тамплиеры никто иной как и мы знаем что с тамплиерами тоже была какая-то очень странная и мутная история их обвиняли в неких сатанинских ритуалах что они поклоняются идолу что они у себя в подземельях проводят какие-то такие жуткие ритуалы и да молва их связывала с альбегойцами что да тамплиеры вот это именно от катарской ереси переняли некие обычаи и возможно получили от них же и святой Грааль то есть фон Эшенбах тоже поддерживает эту версию ну и тамплиерами расправились в общем-то так же жестоко как расправились с альбегойцами тоже наводит на какие-то размышления итак после того как Персиваль терпит неудачу на поиски Грааля отправляется точнее он продолжается поиски сэр Галлах сын сэра Лонслот самый доблестный из рыцарей у Мелори он описан как вот ну просто идеал из идеалов чист во всем самый доблестный самый лучший он побеждает даже своего отца сэра Лонслот в бою Лонслот был лучшим из рыцарей самым сильным но даже Галлах от сильнее его Мелори вот в этой части где говорится о поиске Грааля у него прямо про ошу чем рыцарь чище чем он более куртуазен тем он и сильнее в бою вот такая вот интересная идея вместе с Галлах на поиски отправляются сэр Борт сэр Персиваль у Мелори очень такое длинное описание очень странное описание потому что они едут их они встречают на пути какие-то знаки какие-то видения являются потом откуда-нибудь из кустов выходит отшельник и рассказывает смысл этих видений все это очень таинственно все это очень мистично все это пытается притворяться христианскими легендами но вот если так их разбирать то ощущение что это скорее какие-то вот очень сильно апокрифические вещи то есть что там в качестве источника служило для Мелори там судя по всему ну вот его источник на основе которого он писал эту часть явно подпитывался какими-то вот да христианскими по внешности но явно с таким гностическим уклоном описаний итак ну в общем если коротко трое рыцарь оказались достойны они нашли Грааль сэр Галхат так как он был среди них самый-самый лучший просто лучше не придумать он отправляется живым на небеса сэр Персиваль от потрясений становится отшельником умирает там через два или три года сэр Борс возвращается ко двору короля Артура и все это рассказывает что с ними произошло и здесь конечно ну много вопросов возникает на самом деле когда читаешь именно вариант Мелори да и кстати вариант Фунешенбаха тоже потому что вопрос а вот что дало вообще нахождение обретение святого Грааля королевству как раз после поисков святого Грааля как раз начинается история падения королевства Артура такое ощущение что это была кульминация этой истории после которой идет вот этот спад там обнаруживается измена Веневры король Артур начинает воевать с Ланселотом вот эти раскулы потом там власть захватывает Мардрет в итоге гибнут вообще все практически ну кроме вот королевы Гвеневры которые уходят в монастырь и в общем-то королевство все гибнет и есть ощущение что поиски святого Грааля они в каком-то смысле завели королевство Артура в тупик они стали одноременно высшим проявлением рыцарской доблести и в каком-то смысле источником погибель для королевства то есть лучший из рыцарей Галлахот унесен от них да там он спал он как-то у него спасение живой на небо все но это был потенциальный первый рыцарь королевства сэр Персиуль один из самых лучших рыцарей умирает другие рыцари испытывают разочарование от того что они не смогли найти Грааль то есть такая вот несколько странная история и вообще во всем этом сюжете возникает вопрос его христианского смысла потому что как-то вот и Галлахот он такой прям идеальный идеальный он в общем-то безгрешен по идее мы исходим из того что безгрешен только Иисус Христос и это то что было очевидно то что было не не вызывающий никаких сомнений для человека средневекового мышления то есть он об этом знал здесь вот нам Галлахот представляет как такого второго Иисуса Христа опять же вопрос о спасении через куртуазную любовь через поиск вот этого Грааля мистического а не через жертву Иисуса Христа и поэтому вообще у богословов того времени возникали вопросы и мы сейчас поговорим об еще одном произведении где тот же круг тем но не в такой вот приключенческой форме а уже в чисто духовно-наставительной и к которому вопросов у богословов было даже еще больше это роман о Розе двух авторов Гиом де Ларис и Жан де Мен Гиом писал где-то в начале 20-е годы 13-го века а Жан де Мен дописал этот роман спустя где-то 45 лет после того как появилась первая часть очень популярный роман его прям вот знала вся Европа все им зачитывались хотя для современного читателя он конечно ну какой-то прям совсем аллегорический мистический опять же из-за того наверное что мы не очень понимаем уже все вот эти аллюзии и образы которые там используются но если коротко содержание романов в саду растет прекрасная роза и герой романа хочет эту розу сорвать и он стремится к этой розе но на пути у него ну такой вот ему надо пройти такой своего рода лабиринт путь измениться узнать о том что потому что розу может сорвать только тот кто достоин тот кто опять же вот соответствует признакам идеального рыцаря куртуазности и роза здесь это символ ну вот и чистоты и высшего знания и красоты и гармонии в общем всего всего лучшего тот же самый образ используют Данте божественной комедии у него как раз в последних главах рая вот это стремление к розе и роза как символ идеальной любви идеального мироустройства чего-то вот центра мира к которому все стремятся и которую достаточно просто созерцать и даже не надо срывать эту розу просто вот пребывать перед ней в этом изумлении прославлении благословении и в романе о розе особенно в первой части ее моделориса это прям вот все очень подробно прописано прописано каким должен быть человек который достоин розы который преодолевает все преграды но преград там опять же не то что какие-то чудовища или что-то его подвиг человек это духовный подвиг героя романа розе это духовный подвиг это его духовное преображение это его превращение идеального рыцаря идеального дворянина который достоин войти в сад и приблизиться к розе ну и да напомню что роза множество толкований из-за цвета ее связывают с страданием из-за цвета и из-за шипов связывают с терновым венцом с кровью Иисуса Христа с крестными страданиями также багряный цвет связывается с высшей властью с королевской это королевский императорский цвет то есть роза она ну как вот символизирует вообще все высшее и лучшее значительное идеальное да запах розы это небесное благоухание лепестки розы расположены в таком вот сложном переплетении это символ лабиринта то есть что нас вообще выводит на целый пласт идей восходящего контичности к ритскому лабиринту ну и вообще идея лабиринта она существует вообще во всех культурах так или иначе и роман народец конечно нельзя называть рыцарским романом естественно да это совсем другой жанр это нравственно аллегорический роман но чем он связан с кругом тех же идей это во-первых сословной принадлежностью герой романа и те к кому обращается автор это люди благородные и они противопоставляются вот этим вот грубым распущенным неотесанным крестьянам и там прям есть вот это прямо говорится что должен быть вежливым аккуратным сдержанным не такой как вот эти вот злобные крестьяне раба на Розе это тоже приключение это квест это поиск но лишенный вот этого физического содержания здесь все связано с аллегориями страстностью и отчасти да это схоже с главой у Мелори повествующей о поиске Грааля и точно так же здесь есть вот эта театральность там есть аллегорические фигуры которые воплощают в себе те или иные черты характера и путешествие вот этот поиск Розы он превращается в такую мистерию опять же вот этот ритуал герой должен совершить определенные действия продемонстрировать свои определенные достоинства определенные знания дать правильные ответы на вопросы и вот в этой мистерии ритуал в котором социальное душевное и телесное очень тесно переплетено то есть тот кто работает он привычен к физическому труду и его положение такое социальное что он трудится духовное сословие тот кто молится он телом привычен к постам молитвам церковным службам и его душа она тоже привычна к тому чтобы получать небесное благословение и делиться этим небесным благословением с людьми вокруг и его социальное положение поэтому он молится то есть тут это единство телесного социального и душевного оно переплетается и у рыцаря тело привычно к кратному труду его душа обладает бесстрашием верностью господину стойкостью храбростью и его социальный статус соответствующий то есть это единство проявляется и благодаря мистерии благодаря вот этому переживанию благодаря поиску святого грааля он обретает еще дополнительно черты духовного лица и как духовное лицо он уже получает благословение спасение души трансформацию душевную перерастает или как сказали бы наверное в современных компьютерных играх он из просто рыцаря становится паладином то есть рыцарем духовным званием итак еще пару слов о романе о розе потому что это довольно важно для понимания сути эпохи и сути тех настроений тех мировоззрений которые существовали вторую часть романа дописывает Жан Демен и у него несколько такое уже немножко ироническое отношение к тому о чем было в первой части причем у него там уже такие несколько игривые ассоциации возникают полуэротического характера что вызывает понятно резкую критику потому что ну как же вы берете наше идеальное повествование о гармонии любви высшего смысла ну и такие ему продаете несколько вульгарные черты мало того он он еще и высказывается негативно о женщинах о прекрасных дамах и это вызывает критику вот я тут презентацию еще включил портрет портрет Кристины Пизанской которая была поэтесса ну и вообще довольно важную роль играла в интеллектуальной среде той эпохи и она как раз обвиняла Дамиона в том что он скверно отзывается о женщинах в том что он чересчур фриволен то есть такая можно сказать протофеминистская критика вот второй части романа о Розе и критика во многом справедливая там действительно наблюдается но у меня вот тут тоже некоторый вопрос что сама культура той эпохи она подразумевает такое двойственное отношение то есть чем больше пафоса тем больше неспровержения этого пафоса вот эта вот смеховая культура вот это вот высмеивание пародия они снижали пафос и тем самым как бы они его ограняли они показывали пределы вот этого не давали пафосу слишком сильно уйти в какую-то карикатурность и мне кажется кажется опять же тут по-разному может так что Демен он в каком-то смысле вот эту карнавализацию романа о Розе проводит и он как раз и пишет вот с этой целью как-то немного убрать пафоса его тоже можно понять потому что вообще вот эта вот пародийность критика через снижение уровня она как раз позволяет оставаться на почве на твердой почве не дает слишком сильно уйти в мистичность читая Мэлори вот эту главу Грали вот это ощущение что тут как-то надо немножко это добавить какой-то какой-то иронии вот оно не оставляет Мэлори очень уж очень уж сильно его заносит но опять же это уже мое мнение но я понимаю что это отношение к мистике чрезмерное увлечение мистики оно как раз идет от того что мистика становится самодавлеющей что вот это превращение вот это духовная трансформация она исключает уже жертву Христову вообще Христа как-то так убирает вообще из рассмотрения ну а зачем если есть прекрасная дама которая может стать проводником и наставником в деле духовной трансформации если есть святой Грааль который может вообще чудесным образом человека изменить если есть вот пример сэр Галахат идеальный рыцарь который ну хорош во всех отношениях безупречен то то тут уже есть появляется почва для возникновения для черпания из гностицизма из вот этого позднеотичного неоплатонизма то что будет уже происходить позже во времена ренессанса и оно уже отчасти мы тоже я говорил на прошлом стриме что мы противопоставляем так вот резко ренессанс и средневековье что типа вот тут-то прям произошло такое возрождение античности неоплатонизма и вот такой гностической мистики в средневековье тоже это уже было и это вызывало дискуссии это вызывало напряжение и по-разному к этому можно относиться но идеи ренессанса они прорастают из средневековья ладно давайте будем последнюю тему обсудим эта тема как раз вытекающая из вот этой проблематики отношения к прекрасной даме и рыцарского рыцаря прекрасной дамы как они появляются в рыцарском романе я опять же буду снова говорить о том Симеллари о Критейне Детруа о Вольфреме фон Эшенбахе при том что надо почихнуть что рыцарский роман он к ним не сводится там много всего и другого но если мы говорим об артуровском цикле это вот эти три автора и так как вот это декларируем отношения к прекрасной даме идеалы картуазной любви были связаны с отношением к реальным женщинам и к образам женщин в литературе тут ну есть своя специфика все-таки надо помнить что средневековье это традиционное патриархальное общество с разделением мужской и женской сфер жизни с таким в общем-то несколько пронебрежительным отношением к женщинам там с обычаи патриархальными обычаями семейного права и рыцарский роман тоже это части отражает и тоже Мелори очень много проявлений жестокости по отношению к женщинам и вот этого феодального семейного права когда например племянники Артура убивают свою мать когда узнают о ее романе с рыцарем и вообще вот этот будет ну как сказать мы как-то привыкли думать что рыцарь он всегда вот защищает дам у Мелори единственный рыцарь который ну вот так вот постоянно и который видит он исполняет своего рыцарского долга именно в помощи женщинам это Лонселот вот он единственный кто действительно полноценный рыцарь в нашем понимании этого слова все остальные гораздо спокойнее относятся к этому делу и это прям вот очень очень заметно и тоже важно помнить что вот эти все отношения прекрасная дама картуазная любовь это только относится к аристократическому сословию рыцарь который не может объявить дамой сердце своего сердца женщину из простонародия это немыслимо это только если он безумен или околдован да вот то есть это может только в целях пародийных или в целях какого-то поворота сюжета но так это только все распространяется на высшее сословие только на знать и вообще на жизнь средневековья очень сильно влияют вот эти две идеи с одной стороны да культ прекрасной дамы да все это прекрасно с другой стороны отношение к женщине как наследнице прародительнице Евы как источнику соблазна источнику похоти как более слабых и более склонных к греху созданий и соответственно вот такое вот отношение к женщине как к отрицательному персонажу с другой стороны да церковь прославляет богоматерь ставит ее на очень высокое положение очень много православных еще из той эпохи когда православные католики были единой церковью очень много женщин святых и последствий в католичестве их тоже очень много женщины возглавлявшие монастыри аббатисы обладали очень высоким социальным статусом и вообще женские монашеские ордена пользовались большим уважением и вот эта двойственность она прослеживается вообще во всей во всем духе эпохи и она отражается и на рыцарском романе очень интересно смотреть как авторы по-разному решают эту проблему что женщина с одной стороны источник слабости соблазна порока с другой стороны она прекрасная дама идеальная во всем замечательно милосердно щедра и так далее и решали опять же разными способами то есть можно было разделить выделить двух женских персонажей одна из которых идеальная хорошая светлая добрая другая вот порочная злая да еще и колдунья вот если колдунья то скорее всего она еще и во всем остальном тоже неправедная коварная лживая и так далее и идея о том что рыцарь вот он как бы колеблется между двумя вот этими дамами одна из которых небесная возлюбленная другая земная плотская она тоже в романах есть история собственно Гвеневра Ланселота и Элейн да Мэйлейн которая обманом соблазнила Ланселота она чарами наложила на себя внешность Гвеневры и вот таким образом обманула Ланселота то есть вот от этого потом союза появился собственно Галлахот величайший доблестный добростный рыцарь тоже кстати интересный мотив когда об этом задумываешься что Галлахот это плод греховной страсти плод обмана чародейства точно так же кстати как и король Артур Утер отец Артура обманом проник к жене одного из своих врагов под чарами под личиной ее мужа то есть и Артур и Галлахот эти идеальные рыцари вот они появились вот от такого такой греховной связи почему именно так вот это хороший вопрос хорошая тема для обсуждения интересная и впоследствии в культуре романтизма вот это противопоставление небесной светлой возлюбленной и плотской земной причем одна из них чаще всего небесная она обычно блондинка или золотоволосая ну собственно так изольда белокурая земная роковая брюнетка этот образ роковой брюнетки и возвышенной блондинки он потом будет кочевать с произведения в произведение Достоевский любил эту тему и если кто читал Серебряный голубь Андрея Белого у него прям вот этот вот вот эта идея противопоставления двух отзывов длина просто вот до предела вот у него прям самое наверное лучшее воплощение этого сюжета ну лучшее в смысле что самое подробное самое хорошо написанное все-таки да безуслов великий писатель и это одно из отображений противопоставления двух женских образов но при этом другое то что в одном образе могут мешаться две эти сущности потому что когда мы говорим о Гвеневре как идеальной возлюбленной как о королеве доброй милосердной щедрой прекрасной идеальной и так далее но при этом она вообще-то изменяет королеву Артуру с Ланселотом по отношению к Ланселоту себя ведет довольно-таки безобразно она его постоянно там все ругает тот же самый роман рыцарь телеги собственно на этом-то и основан что Ланселоту для спасения Гвеневры надо было сесть в телегу чтобы было позорищем рыцаря поступком и когда ему такое предложили он несколько мгновений колебался потом в телегу все-таки сел а когда Гвеневра об этом узнала она ему там устроила дикий скандал что вот он как же так он несколько мгновений поколебался хотя должен был прям вот сразу же прыгать в эту телегу не размышляя ни о чем ну вот опять же вопрос как Картен де Труа относился к идеям куртуазной любви нет ли здесь какой-то иронии над этим не знаю нет ответа и то же самое Тристан и Изольда опять же вот парадокс вот это несоответствие Тристан и Изольда самая популярная пара в мифологии средневековья вот в этих куртуазных романах любовных романах идеал куртуазной любви но при этом эта любовь вообще-то греховная это любовь строящаяся на супружеской измене они обманывают короля Марка причем обманывают то еще и в том что Тристан он не только племянник Марка то есть это еще там нарушение родственных отношений он еще и вассал он тем самым нарушает свою рыцарскую клятву и от этого конечно мучается сам Изольда мучается король Марк мучается на все это глядящее но это считалось идеалом куртуазной любви что опять же вызывало очень много вопросов богословов того времени потому что это такой вот источник соблазна куртуазная любовь по идее это любовь целомудренная она только вот небесная она идеальная а тут ее символом становится пара предававшейся плотской стороне причем в общем такой изменнической стороне это еще один из таких парадоксов той эпохи той культуры парадоксов да есть некоторое количество вот это несоответствие разных образов разных идей но мы знаем что парадоксальные идеи чаще всего оказываются более популярны чем те которые обладают такой вот прямолинейностью однозначностью вот это вот напряжение вот это вызывающие споры вызывающие негодование идея концепты они порождают дух эпохи порождают дух времени который в свою очередь влияет на литературу влияет на рысорский роман влияет вообще на восприятие мировосприятие той эпохи и поэтому когда мы говорим о рысорском романе мы говорим об очень сложном комплексе идей образов сюжетов противоречащих друг другу выражающих какую-то идею но при этом выражающих в такой парадоксальной форме выступающих против этой идеи ну я надеюсь что я так в общих чертах хотя бы дал представление и какой-то список литература для чтения включает картину Детруа Вольфрама фон Эшенбаха может быть что-то из учебной литературы нонфикшена об эпохе благо его довольно много издают переводят и надеюсь было интересно и давайте переходить к обсуждению вопросам комментариям комментариям м м м м м Продолжение следует...